Не слышно. Замечательно. Еще ждем одну минутку. И начнем. Итак. Давно я уже не проводил ситсанг. За это время были, собственно, какие-то осознания, осмысления. Много всего интересного случилось. Почитал чат, какие-то вопросы поднимались, я решил прокомментировать, исходя из какого-то опыта, и, может быть, кому-то станет больше понятно. И, в принципе, все вперемешку. Ваши вопросы, которые вы обсуждали в чате, мои какие-то мысли о сознании. Ну и начнем с вопроса, почему отворачиваю эту практику. Я с этим тоже очень часто сталкивался. Так, в принципе, опыт 15-летний, были какие-то энергетические периоды, когда практиковал в нем ночью. Бывали периоды, когда вообще не хотелось смотреть. И я отследил две такие основные причины, почему отворачиваю эту практику. Первая причина, которая возникает чаще всего в начале первые годы, если человек практически ничего не занимался и стал активно заниматься и прогрессировать. Здесь чаще всего причина – это ожидание ума и разочарование. Мы так устроены, что наш ум постоянно ищет какие-то решения, больших проблем и так называемые волшебные таблетки. И, в принципе, тоже крию можно как бы дешевую таблетку воспринять, потому что какие-то стандартные вещи не дают нам того, что мы хотим. И видя, какие чудеса творятся с человеком, который занимается высшими йогами, у вас сразу появляется такая мысль. О, интересно, вот я сейчас позанимаюсь, там, решу проблему со здоровьем, там, наберусь энергией и так далее. Но в какой-то момент ум, ну, мы живем такое время нетерпимости и нетерпеливости. В какой-то момент мы вдруг начинаем замечать, что результат-то медленный, либо его вообще нет, потому что у нас есть какое-то определенное ожидание. И в этот момент у нас пропадает мотивация, пропадает от того, что нет быстрого результата. Но через некоторое время мы пытаемся снова, снова, и в какой-то момент уже начинает возникать другая причина. Это защита ума, потому что, текуя серьезные энергетические практики, вы должны понимать, что тонкие процессы, они в любом случае начинают работать. Мы из-за своей толстой шкуры, нечувствительности, думаем, что ничего не происходит, а энергетики происходят в любом случае. Просто нужна есть определенная инерция физического тела, и поэтому мы это можно и замечать. Но эти процессы начинают работать, и в какой-то момент ум обнаруживает те процессы, которые подразумевают разрушение личности. Ну, в частности, все практики, высокие все практики, они, в принципе, все ведут к разрушению личности. И вот здесь ум, так как он и является личностью, и вдруг понимает, что человек-то занимается тем, что ему невыгодно, и в какой-то момент пытается включить такой блокировку и сказать, слушай, зачем тебе это нужно? То есть он начинает шахтать на уху. Давай не будем заниматься, видишь, результата нет, ничего нет, давай мы вообще как бы на это запьем. По факту это внутренняя защита. Плюс идут какие-то энергетические трансформации внутри. А ум не может их идентифицировать, потому что он приводит вообще к другому. И своеобразная блокировка ума, чтобы, когда какие-то осмысления серьезные приходят, а ум не может их обработать, он начинает блокировать и отворачиваться. То есть у меня были в моей истории люди, которые попадали в какие-то серьезные места, места силы я имею в виду. И получив большой поток информации, как и, в принципе, от людей, окружающих его, а также той же энергии информации, которая несет вместо силы, человека замкал, он просто вот год, полтора-два вообще с ним даже разговаривать невозможно было, на тему какого-то саморазвития у него начиналась какая-то агрессия внутренняя. И просто это блокирует, потому что абсолютно неестественные для него процессы – это уже высокие частоты, высокие уровни, и человек начинает паниковать. Но со временем есть такое, я называю это точка невозврата. Треугольник, она, в принципе, в разных традициях обозначается в виде шестиконечной звезды или двух пересеченных треугольников. То есть, опять же, звезда Давида и на ямкрах ведически очень часто используется. То есть два треугольника – это треугольники, показывающие острым углом вниз. Треугольник – это внешняя эволюция, а вверх – это эволюция, когда человек начинает не во внешний мир раздавать внимание, а в внутренний мир и себя распаковывать. Так вот, если энергетически, физиологически посмотреть, вы знаете, что у нас есть в районе груди? Эволюция, эндокринный орфилт, тимусы. И в современной медицине считается, что он только активен в начале жизни, а потом он в спящем состоянии находится. Ну, как бы еще он приписывает свойства включения иммунитета, защиты организма, но по факту это вот эта точка, на которой можно на физиологии отследить. В какой-то момент он включается, тимус, в зависимости от поднятия точки сборки. И уже после этого, ну, как ощущается в теле, в виде плотности, бывает, здесь поднимается очень сильная температура. Бывали такие ситуации, когда тело в абсолютно стандартной температуре, но здесь из середины груди идет шар. Причем жар это чувствуется не просто, кажется, в голове, и почувствует любой человек, приучит его в ладонь к этому месту. То есть включается активация. Ну, это связано с анахатой. И вот считается в серединке анахаты, когда включается тимус, это уже точка неузахта, когда вы своими действиями, своими практиками дошли до определенного уровня, когда уже процессы начинают работать, независимо от того, как текуете его в ладонь. То есть в какой-то момент вы можете лежать на диване, а у вас будут идти трансформации. Не нужно ни медитировать, ничего. То есть вы уже запустили достаточно количество процессов, и вас будет выкручивать, вас будет накрывать, чистить эмоциональные, синтетические состояния, ощущения. То есть вы эмоции будете получать без внешней причины, так как включается активная проработка кармы, всех кармических отпечатков. И, естественно, все это будет... Ну, вы уже маленьком не прикинетесь, как говорят. То есть здесь уже нельзя запросить, потому что в какой-то момент, даже если вы уйдете в чисто такое низкочастотное существование, поесть, развлечься там и так далее, вы уже будете чувствовать это ощущение, когда понимаете, что с этого путем не вернусь. То есть вас уже тащит наверх. Не вы идете туда, а вас уже тащит. И некоторые этих состояний боятся, потому что там же включается все, и паника определенно появляется, куча странных ощущений. И я чуть-чуть попозже буду рассказывать про механизм кармического видения, и объясню, как это работает. Но как раз новое ощущение, нет ли ума непонятно. И здесь, как я уже сказал, уже просто расслабляемся и машем. По-другому здесь, в принципе, нельзя никак реагировать. Наоборот, сопротивление, создавать какие-то очень неприятные ощущения, от физических до ментальных, психологических и так далее. Ну и дальше, чем выше, чем быстрее вы расслабитесь на этом пути, тем проще будет идти. Чем больше сопротивления, тем больше будет казаться, что мир вокруг рушится, все вокруг рушится, разваливается, и все вообще плохо, и вообще куда я пошел. Это только от нашего сопротивления и непринятия некоторых вещей. Ну и перейду к вопросу, чтобы просто тему продолжить, механизм кармического видения или почему мир зеркалит? Мы что собой представляем? У нас, если идти по чакральной системе, цехасра, высшая чакра, которая, в принципе, не участвует в энергетике человека, но через нее поступает истинный поток. Истинный поток, который, в принципе, божественный поток, и дальше он сталкивается на аджине, это будет бутхическая обловочка, бутхическое тело, как его называют, или наше подсознание проще. Этот поток сталкивается с набором задач, которые мы либо накопили в прошлых жизнях, либо в этих жизнях испытали определенный трамотический опыт и просто столкали этот опыт в подсознании. Я об этом тоже немножко в других социальных сетях рассказывал, то есть особенно когда в детстве выпадают некоторые периоды, некоторые события, и человек там спустя 20-30 лет напрочь просто не помнит этих вещей, потому что в тот момент, когда это случилось, ум, сознание не смогли справиться. То есть им было крайне тяжело, и они в какой-то момент просто выключили кусок памяти и заблокировали его, и получается, оно может никуда не исчезает. Все наши события, все, что с нами происходило, до малейших деталей, находятся либо в осознаваемой форме, то есть в активном сознании, либо в подсознательной форме перемещается. И в подсознательной форме оно как раз формируется кармический следок. То есть давайте просто попробуем прояснить, а что вообще такое карма, чтобы понимать кармические вот эти отпечатки, кармический слой, кармическое видение. Каминное, поймите, вы можете сидеть вообще в позе лотоса и ничего не делать, не обижать ни кукашку, ни тракашку, но все осмысления, все сознания, которые у вас идут в этот момент и те эмоции, которые вы испытываете внутри, они как раз и порождают карму. То есть по факту действие, оно вторичное. Как вы поступили, не поступили, с активной позиции пошли разбираться с кем-то, добиваться, как бы правда, либо спасированное, из-за какого-то страха вы ничего не сделали, ваше отношение к этим вещам, ваше непринятие, ваша ненависть, злость, обиды и так далее, которые вы переживаете внутри, они фактически формируют кармические отпечатки. Я тоже об этом как-то говорил, есть такой в народе, человек хороший, вроде удобный для всех, он шел в относительно раннем возрасте, не знаю, 40, 50, 60, то есть еще не та старость, в которой человек должен умирать, и многие говорят, какой хороший был человек, почему, вот экран забрали, а тот, алкаш, там, гомж или наркоман, лучше ли он до сих пор, и как бы, и его никакой черт отберет. Так вот, чаще всего практика, если посмотреть глубоко, изучить этого человека, понимает, что это тихий тиран, тихий ненавистник всего человечества, который, он просто за счет того, что он затюкан в детстве, запуганный, пытающийся быть хорошим для всех, чтобы его похвалили, он в какой-то момент для всех, он становится действительно удобным, то есть он не пойдет с кем-то разбираться на кулаках, либо какую-то ссору там заводить, но он будет тихо лежать в кровати и вас ненавидеть от всей души, и все процессы происходят внутри. То есть внешнее действие, оно действительно вторично, даже критично, и рассматривать, кто что делает именно по действиям, ну, смысла никакого нет. И получается, у нас из жизни в жизнь накапливаются вот эти вот кармические искажения. Суть кармического искажения в том, что у нас есть две энергии, то есть мы живем, точнее, два полюса энергии, дуальность. Мы живем в дуальном мире, мы, любое событие, любой объект, мы его оцениваем, характеризуем и даем какую-то оценку с точки зрения отрицательной и положительной. То есть по-другому наш ум не может в принципе воспринимать. Если вы подумаете, то есть вот когда у вас идет мыслительный процесс в голове, попробуйте безоценочно о чем-нибудь рассказать. Вы в принципе не сможете, потому что ум так устроен, он дуален, и он только оперирует дуальными понятиями. Вот получается, когда у вас возникает непринятие одного из полюса энергии и события, которые происходят, вы берете то, что удобно для вас в текущий момент и считаете это правильно. С второго отказываетесь, то есть у вас идет отрицание этого момента. И вот это отрицание, вам кажется, что вот я сделал свой выбор, факт, вы не сделали, просто то, что вы не принимаете, вы отложили в свое подсознание. И рано или поздно вы хотели бы или нет, вам придется отработать второй полюс энергии этой энергии. То есть получается, что сколько бы мы не отмахивали, сколько бы мы не выбирали там из лучшего, то, что нам кажется, потому что, я думаю, вы все согласны, что мы достаточно субъективные существа. То есть объективизма нет, потому что мы не можем оценить эти самые объективные человека, это реализованный человек, который там находится в состоянии сахаджа-самадхи, у него нет оценности. Вот это самый объективный человек. Любой человек, который перевод умом, в принципе, субъективен. И точно так же я сейчас рассказываю, я исхожу из какой-то своей оценочности, и я не могу сказать, что я говорю какую-то конечную истину. Конечную истину нельзя передать словами, в принципе. Можно попробовать подобрать слова, что я пытаюсь сделать, которые натолкнут вас на определенные размышления, а эти размышления уже приведут вас к какому-то осознанию. Только так. Поэтому я не могу сказать, вот так оно есть, и все, берите этот флаг и носите. Это все сразу превращается в концепцию, а концепция, как только она создается, она сразу автоматом начинает разрушаться. То есть цикл жизни есть любой концепции. поэтому вот это кармическое видение, если проще сказать, вот представьте, у вас в голове есть набор интерпретаторов. То есть это наш опыт условно. Давайте просто чисто гипотетически всего, чтобы описать мир, это цифры, которыми я буду сейчас оперировать, просто чтобы для лучшего понимания. Это не то, что действительно столько. Допустим, есть пища определений, вообще, которыми нужно описать весь мир. Вы, проходя свой собственный опыт, вы с каждым разом обнаружите что-то новое, это записывает свою библиотеку, и у вас условно 50, 100, 150 этих определений, но у вас нет всех их тысяч определений. И поэтому некоторые вещи, они для ума в принципе непонятны, пока он с ними не столкнется. Более того, я скажу, что ум мы не видим мир этот. Это может для кого-то непонятная шокирующая информация, но мы этот мир представляем. Это ключевой момент. Нам кажется, что мы глазами его видим. Нет, мы его не видим. Ум внутри глазах собирает свет у нас пять органов чувств, которые собирают всю информацию во внешнем пространстве, а ум, базируясь на своей внутренней библиотеке, вот этих образов, опыта и так далее, он представляет картину. по факту мы живем визуализируем. И это ключевой момент для понимания, почему все дальше так происходит. Вот это кармическое видение, оно получается для того, чтобы увидеть истину, как правило, нужно отключать ум. То есть ум в принципе не может увидеть истину. Ни в каком виде. Сколько бы вы не перечитали книг, сколько бы вы не переслушали санцангов, сколько бы вы там не ездили на различные ретриты и так далее. То есть вы начнете познавать истину только в состоянии безмолвия, в состоянии бездыханности и так далее. То есть в тот момент, когда ум не работает. Любая ваша мысль, даже высокочастотная, высокодуховная, это ограниченная мысль ума. Она не дает конечной истины. И вы это будете обнаруживать каждый раз, чем больше вы будете заниматься практиками, чем больше вы будете медитировать и так далее. Вы будете эти парадоксы встречать, наблюдать и будет все больше и больше. Пока в какой-то момент вы не обнаружите, что действительно ваш ум, он в сути задача ума в том, чтобы вас запутать больше, а не найти решение. Это второй такой парадокс, которым я лет 8 назад столкнулся, когда у меня один из первых глубоких опытов такого недвойственности был. и обнаружился второй наблюдатель, который смотрел на все это со стороны, не участвуя в процессе мышления. И очень прикольно было наблюдать, как это происходит. То есть ум, он сам по себе, ну, любую ситуацию берете. У нас у всех есть какие-то определенные проблемы. Что мы делаем? Постоянно думаем. Как нам поступить? Что нам сделать? Как оптимально эту ситуацию решить? Или, например, у нас есть какие-то неприятные ситуации в прошлом. Вы пытаетесь или представляете, как бы вы их исправили, и что нужно сделать, чтобы вот эту ситуацию из прошлого погасить. И это все работает ума. Но если у вас появится возможность однажды обнаружить этого второго наблюдателя, и это тоже еще не конечная истина, об этом я чуть попозже расскажу, но тем не менее это уже состояние немышления, когда обнаружится второй наблюдатель, его еще называют Буддой. То есть это по факту состояние Будды. Вы вдруг наблюдаете за своим умом, увидите картину, что любое решение, принято умом, оно ведет только к одному, созданию нового кармического узла. Все, вы никогда в жизни умом не примете правильное решение. И вот с этим парадоксом рано или поздно тоже придется смириться. Даже идеальное решение, даже решение, которое, казалось бы, сейчас решает вашу проблему, и вы победитель сегодня, если бы у вас была возможность увидеть вот эту всю развертку вариантов событий, которые произойдут, эффект бабочки, то есть вы сегодня что-то сделали и пошли по какой-то ветке событий. Так вот, любая ветка событий, любой лабиринт веток событий, он приводит только к одному, запутыванию, то есть задача ума только создать кармический узел. Никогда ум в жизни вас не приведет к истине. То есть оно звучит, может быть, и жестоко, но, знаете, это такая информация, которая, я в свое время, когда стал похожей информацией, у меня в какой-то момент возникали такие апатии, какие-то депрессии возникали, потому что вдруг терялся определенный смысл всего того, чем занимаешься, и когда ты понимаешь, что любое твое действие, он бессмыслил, в принципе. Было отрицание такой информации, но все равно идет пропитывание, и даже то, что вы сейчас слушаете, это уже называется, вы в той ветке событий, в которой вы должны услышать эту информацию, и она начинает у вас порвать. То есть я здесь ни при чем сами виноват. Смело. И получается, что сколько бы мы не фантазировали нашему ум, мы вам создаем только кармические ситуации. То есть условно это не важно, какое действие абсолютно, даже если у вас самая такая истинная чистая цель, не знаю, пойти в благотворительность, заняться служением, и это от ума идет, просто вам хочется как-то вот проявить очень важный момент от ума и от сердца. От сердца там немножко другие процессы возникают. В этот момент очень четко можно отследить мотивацию, зачем вам это нужно. И чаще всего обнаруживаются все-таки эгоцентричные моменты, когда вы делаете якобы хорошее, но подсознательно вы ждете одобрения, вы ждете совмещения о себе и так далее. И по факту обнаруживается, что вы всего лишь компенсируете недолюбленность вас в вашем детстве. То есть вы пытаетесь быть хорошим и я такой же. То есть не исключение, это абсолютно представляющее большинство людей, чем так и живут. То есть мы благие дела делаем только для одобрения. Мы ждем одобрения, хвалебных слов и так далее. Мы живем этим. Но вот разобраться по факту поразительная ситуация. Это фактически ситуация дома. И получается, что мы таким подходом формируем какой-то слой кармического видения. то есть у нас еще можно назвать его трафаретом кармического видения, когда мы видим определенные вещи, потому что мы разрешили себе их видеть. А некоторые вещи мы в упор не видим. И это даже на уровне научных трудов, медиков и так далее. Он действительно, если ему показать определенную вещь, которую он никогда не видел, он не дописать образа этой вещи, он ее поможет не увидеть. То есть получается, он ее не интерпретировал. Таких экспериментов очень-очень много проходили. Это только доказывает о том, что наш избиратель. И получается, что когда мы сталкиваемся в ситуации, то есть вот это и называется, каждый живет своей вселенной и будет там 10 человек смотреть на один тоже предмет или одну ту же ситуацию, и каждый абсолютно по-разному будет принимать. Поэтому когда мы начинаем с кем-то спорить, кому-то что-то доказывать, смысла в этом нет. Вы всего лишь пытаетесь отстоять свою кармическую концепцию, а другой человек пытается отстоять свою кармическую концепцию. Потому что когда человек уже находится в состоянии глубокого понимания недвижственности и вообще понимания истинного видения, называется, ему понесло, так скажем, или он пришел и однажды испытал это состояние, вы даже у вас не поднимется даже язык спорить с кем-либо, потому что вы понимаете, что любой спор абсолютно бессмысляет, потому что объективности нет дома и никогда ее нет, потому что оценности нет в этом состоянии. И здесь у меня всегда поднимался вопрос, ну вы знаете, восьмеричный путь к йоге и он начинается с ямы, не ямы, асмы, пранаямы и так далее. Вот эти все вещи. И вот яма вот это не причини зла другому, то есть добродетелям. И честно скажу, мое осмысление вот этих первых двух ступеней, которые поставили вниз, не до конца понимание, потому что истинная яма, не яма возникает только тогда, когда человек уже проживает состояние недвижственности. только тогда он понимает истинное вот эти вот состояния. Человек, который никогда не занимался до начальной стадии, это чем-то похоже на классическое христианство, когда человеку говорят, на все воля Бога, меньше задавая вопросов, то есть да, и так далее, вот ты должен полностью просто это принять и не размышлять. Этот механизм можно только оправдать определенной какой-то наработкой дисциплины, наработкой веры, но истинной ямы-не ямы там не будет никогда, истинного вашего действия не будет никогда, пока это не будет из состояния безоценочности, из состояния вот этой безусловной любви и так далее. И вот этим кармическим видением, то есть мы все смотрим через этот кармический тропат, мы не видим определенных вещей, у меня условно моих 100 интерпретаций второго человека, там, свои 100, пересекаются, у нас только 50, и мы пытаемся доказать вот теми не пересекающимися интерпретациями той библиотеки бумага, которая у нас находится, мы пытаемся кому-то что-то доказать и сказать, что я прав, и мир вот именно такой, а второй, нет, я прав, и мир вот такой-то. И вот это кармическое видение, слой, он, самая большая проблема от него в том, что в какой-то момент мы из-за него, он настолько становится толстым и не управляем, что мы перестаем видеть истинный свет. И мы все жизни потом пытаемся разобрать вот эти арки конючные, чтобы через вот эти слои, которые накопились, увидеть свет. или как самое простое представление разогнать тучи, за которыми идет свет, истинный свет. То есть а туча – это наше кармическое видение. поэтому сформировав внутри картинку нашего ума, мы можем увидеть рядом человека, который полностью реализованный, но мы будем на него смотреть с определенной претензией, с определенным непринятием, и мы в нем не рассмотрим истинного ума. то есть тот поток, который идет от него, наше кармическое видение не позволит распознать. То есть слои, как шора на глазах. И вот эти вещи, с тем, с чем мы постоянно боремся, постоянно пытаемся решать и так далее, как раз идет, есть такой принцип кармического, истончения кармического слоя, он фактически то, что нам рекомендует, это постоянная практика, постоянное чтение мудрых книг, постоянное слушание каких-то сатсангов, реализованных мастеров и так далее, и вы сами замечали закономерно, что вы берете серьезный труд, серьезного толка, еще духовного и с каждым разом вы вдруг обнаружите все больше и больше информации. По-другому вообще воспринимаете, через год вообще другие смыслы видите в этом тексте, и вот это и есть признак кармического истончения, то есть поэтому человек, который случайно оказался рядом с реализованным мастером и не понял, что это реализованный мастер из-за своего кармического видения, он пройдет мимо. Это своеобразная такая естественная фильтрация, что это одновременно и какой-то механизм защитный для человека, потому что если бы истинный свет прошел сразу через все его структуры, то есть у него пушка бы просто съехала и он бы не понял, что это произошло, потому что нужно полностью распаковаться, полностью расслабить свои энергетические структуры, свои физические структуры, вот этот ум уже наконец должен перестать бороться с этим миром и так далее. Тогда только какая-то восприимчивость к частотным потокам будет присутствовать. И поэтому фильтрация, то есть даже на сатсангах серьезных мастеров, люди, которые случайно попадают, для них просто они не слышат, они даже теряют фразы. Мастер может говорить какой-то текст, а человек переспрашивает, он просто уши отключается, то есть он даже не слышит этих пусков текста, и вот так оно работает, это невидимое. для чего я этот вопрос раскрыл? Потому что следующий интересный вопрос, который я думаю многие хотя бы здесь послушают, потому что у нас девушек в чате и вообще слушающих гораздо больше, чем мужчин, и я объяснял почему, потому что изначально чувствительность предрасположенность, мы так и переходим к вопросу, самый быстрый путь реализации для женщины, но я этот путь объясню в самом конце этого вопроса, потому что нужно раскрыть несколько таких тем, чтобы понять смысл этого пути. и как раз я об этом тоже говорил в других социалках, если взять мужчину и женщину, то женщины активны как раз чакры больше активны сфатхистана, анахата и ажни, то есть эмоциональное тело более развито, чувствительность, мединовичность тоже более развиты, то есть вы больше сердцем чувствуете, ажна более активна, поэтому включается интуиция, и поэтому вы более чувствительны к высоким энергиям, и вас больше тянет к реализованным мастерам, к высшим йогам и так далее, а мужчина более жесткий, более структурированный, поэтому его скачать очень тяжело, поэтому многие девушки со своими мужьями и сражаются, они приехали и слушались социангом, или там на каком-то ретрите приезжают, пытаются мужа переделать, муж просто оборону держит и ни в каком-то. Вы не понимаете, что у него просто нет, он гораздо более инертен, то есть если он в этой жизни, точнее в прошлых жизнях не подошел к тем высоким слоям, вот я рассказываю, точка сборки у мужчины, она просто фиксированная и постепенно поднимается, если ну изначально в этой жизни не было высокой точки сборки, то есть вы как стену, вы ничего не добьетесь от него. У женщин же точка сборки, она более медиумична, она движется вверх-вниз, и поэтому вы можете на определенный момент, это не говорит о том, что вы готовы к реализации, но вы можете запрыгнуть, вас мастер может затянуть вверх своим присутствием, и вы можете испытать благость, высшие вот эти ощущения, но выйдя из поля мастера, к точке сборки вернется обратно, то есть поэтому вы помните и знаете чаще всего вкус вот этого высоких энергий, и вы знаете, что в этой жизни ничем это ощущение заменить нельзя, поэтому и стремление женщин как раз вот на такие уровни гораздо больше и выше, но к сожалению это вообще не показатель того, что девушка женщина рискак к реализации, потому что здесь есть подводные камни в том, что вот эта медиумичность, если неправильно распределить энергию, я тоже об этом рассказывал, у нас есть три основных канала, это сушумна, которую в крии-йоге постоянно основной инструмент работы ида и пингал, так вот ида это женский канал, который как раз идет через эти три чакры, в частности больше активности проявляет сухистан ханта и аджны, и здесь есть такой момент тонкий, что если энергия неправильно поднимается, она чаще всего поднимается у женщин именно не после шоу от канала ида, и когда канал перегружается, перегружается ажно и у девушек едет крыша. Я это наблюдал даже в сентябре как пример, я это видел раньше других путешествиях, я в сентябре был на реприте молчания, и басану, и маму, как она называется, и там были определенные сцанги, в которых было видно, как некоторые, ну, очень многие ловили благостное состояние, а некоторые просто реально напоминали палату номер 6, у них просто от этой энергии ехала хукушка, они ввели себя просто в этом состоянии. Поэтому почему говорят, что женщина, почему рядом женщина должен быть мужчина, потому что он фиксирует точку не позволяет вот этой медиумичности и женщине с этим он будет фиксировать, за счет этого, да, подвижность меньше, но совместно, то есть более движущаяся точка девушки она будет подталкивать мужскую точку сборки, а мужская точка сборки не будет давать лететь в очно, где нужно и обеспечить это безумие. И вот этот момент, эта энергетика женщины, важный момент, который очень часто наблюдается после семинаров, в принципе это и в нашей чате обсуждалось неоднократно, я это видел многократно, когда женщина девушка после какого-то качественного семинара приезжает домой, у нее полностью пропадает желание по отношению к своему мужчине, кто-то пытается мужчину сразу исправить, это тоже нулевой опыт, когда только чего добьетесь, что муж вас начнет ненависть, ну в некоторых отворачивают, они не видят в муже тех качеств, которые вы видели там в мастере или в парнях, которые сидели на том же семинаре и включается такое, ну естественно, девушка внутри для себя хочет лучшее, потому что она по сути аккумулирует лучшее, и если мы, например, на передовой находимся мужчины и приносим этот опыт, то девушка аккумулирует внутри себя, поэтому увидев качественно другую энергию, увидев другие состояния, подсознательный процесс девушки это накопить эту энергию, но муж не дает этой энергии, там где-то на сатсанге это было, на семинаре это было, а если дома это никак не воспроизводится, естественно начинает бомбить, начинает отворачиваться и девушке кажется, что муж вообще блин, как мне не повезло с ним и вообще что с ним не делай и ноги начинают разводиться, кто-то бежит в ашрамы, кто-то бросает семью, уходит, но здесь есть очень много таких опасных и вот я пытаюсь сейчас развернуть этот вопрос, чтобы вы понимали, почему так происходит, то есть я думаю вы все согласитесь, что залипание на гору это очень распространено и у нас в чате прискакивает я вам скажу сейчас такую вещь, которая надеюсь вам позволит по-другому посмотреть на все эти ситуации, потому что плюс-минус все слушают мои социальные с кем мы общаемся, они плюс-минус с чем-то схожим сталкиваются, из-за того, что вы девушки изначально пришли с такой чувствительностью, вы можете чувствовать эти высокие ноги. По факту внешнее восприятие вообще развития показывает, что реализованных мужчин больше, женщин. Ну, это немножко неправильное восприятие и оно не совсем так. Если просто нужно понимать, что есть два типа энергии, есть сознание шива, мужская энергия, которая создает структуру, и есть энергия шахти, которая несет женский аспект. Так вот, сознание, которое дает структуру, он структурирует эту энергию. Почему он называет девушек в состоянии воды, то есть они могут принимать любую форму и подстраиваться в любые события. Это как раз качество шахти, то есть вы налив воду в кружку, вода принимает форму кружки. Так и у вас в подавляющем вы подстраиваете под обстоятельства и принимаете другую форму, то есть более выраженное качество шахта. Когда нет структуры извне, вы становитесь бесформенны, поэтому сознание можно потерять, то есть получается нет фиксации. С одной стороны у вас очень сильное качество чувствительности, с другой стороны она не структурирована и она может в разные стороны растекаться, расплескиваться, назовите это как хотите. Так вот парадокс в чем? Как сказал один реализованный мастер, вы должны понять, что вы гораздо ближе к Богу, чем мужчина. Это действительно так. То есть ваш мужчина это как раз я сейчас объясню слово, это и есть Бог, но ум сразу говорит, да ну нафиг, какой он Бог, он там алкаш, он там невежа, он там вообще не занимается духовными практиками и так далее. А как раз то, почему я поднял вопрос кармического видения, вы не видите Бога в нем, потому что ваше кармическое видение не дают его видеть. То есть механизм максимально близкий максимально быстрой реализации женщины заключается в растворении мужчины в том состоянии, когда она видит проявление Бога. То есть если проще, чтобы для вашего ума, представьте как будто ну не знаю у кого кто кому как залипает там допустим у нас в подавляющем большинство очень ну воспринимает Саи Бабу как своего гуру внутреннего. И вот представьте картинку что Саи Баба превратился в вашего мужа ну или мужчину с которым вы сталкиваетесь и он внутри этого мужа он улыбается и ждет когда вы увидите именно Саи повод мужчину вот в чем парадокс но у нас в подавляющем большинстве идет отрицание обиды на мужчину он со мной так поступил он не дал того он отвернулся он ушел я держу на него обиды по факту вот этот ключевой момент и не дает потом приблизиться максимально чисто к энергии именно к чистой энергии бога то есть ваше непринятие мужское которое накопило за эти жизни это ваша основная стена между богом и вами и здесь вариант такой всплывает когда условно обстоятельства сложились так что вы разошлись мужчины то есть нет рядом мужчины в любом случае находясь в женском теле единственный способ это служить служить если нет мужчины служить гуру то есть ехать в ашрам и полностью отдаваться как бы в служении ему чтобы распознать и наше эго будет сразу воспринимать эти разговоры тоже бесконечно долгие и очень много спорных и с учетом того насколько у нас сейчас самостоятельно и независимо от девушки они будут говорить да нафиг что это такое я там будет об меня там тряпкой вытирать от меня ноги как тряпку и так далее но это как раз и есть ваша борьба против бога то есть вот это не принять эти вещи я понимаю что это трудно принять если вы периодически хотя бы будете посмотреть на свой мужчин и думать так бог со мной играет тем что сейчас он взял такой образ и он пытается меня провоцировать чтобы я отвернуть это не значит что вы должны побежать и вы в принципе не сможете это сделать потому что за один день кармическое видение оно не растворяется но вы заметите закономерность что даже мужчина те кто пытается исправить мужчину вязать духовное развитие и так далее это не нужно делать потому что когда вы начнете включите такой принцип игры что сейчас бог со мной играет через моего мужчину и хотя бы в какие-то моменты секундочки осознанности будете пытаться в этом видеть проявление бога по отношению к вам у вас запустятся процессы которые очень быстро начнут источать кармическое видение кармическое видение будет источаясь и исчезая он будет обнулять ситуации которые бомбили у вас в вашем мужчине потому что это как раз зеркало которое происходит вы то есть в истинном восприятии нет оценочности нет вообще в принципе ни плохого хорошего ничего нет но у вас по отношению к мужчине есть какая-то оценочность он хороший в том плохой в том он может это не может это то есть а здесь получается что если вы перестанете его воспринимать как человека выше кармические эти слои они начнут обнуляться и вдруг ни с того ни с сего начнет происходить волшебство волшебство в том плане что так как у вас нет потребности проецирует ваше кармическое видение мужчина перестанет играть в эти игры потому что вы внутри не вызываете эту ситуацию вы по-другому все это воспринимаете и он вдруг начнет качество обменяться а в какой-то момент я опять же тоже на социальных говорят что по сути отношениями полностью заведует девушка если она решила взойтись мужчиной он ничего не сможет сделать если она не хочет развода расходиться и так далее то есть мужчина будет вокруг писать танцевать он будет уходить возвращаться пока она внутри не решит девушка отвернувшись от мужчины она обнуляет эти состояния только тогда мужчина может только по этой причине то есть полностью формируется от вас и здесь такой вот хитрый момент что когда вы станете периодически поглядывать на своего мужчину именно с точки зрения ага творец играет со мной через такой образ процессы те которые запустятся начнут вас приближать к состоянию когда в какой-то момент вы осознаете не осмыслите умом а осознать это ощущение что есть раствориться в мужчине потому что это одно и то же что есть раствориться в боге раствориться в боге это значит полностью отказаться от своей личности от претензий к этому в принципе то есть мужчина ваш он вообще как знаете ну просто как театральный фон который стоит и просто туда падает свет который отражает определенную картинку и вы ее воспринимаете как истину но по факту ее нет это ваше кармическое видение как раз вот эту картинку рисует эти силуэты с которыми вы играете силуэты вашей тени и именно это и происходит когда девушки рядом с реализованными мастерами они почувствовали вот это ощущение что есть такое вот растворение они готовы бросить все готовы реально бросить все что у них есть и просто ползти за реализованным мастером потому что в этот момент происходит распаковка и вот это тоже радужное тело тело света и так далее они женщин которые полностью решили раствориться в этом состоянии происходит то есть по факту если просто взять механизм безоценочно взять механизм достижения реализации большинство женщин просто уходит в реализацию полное растворение и об этом мир просто не знает потому что у мужчины еще остается такая миссия так как есть проявленная энергия шеи именно структуры сознания у него вешается миссия передать те знания которые осмыслились именно уже в реализации то есть фактически они становятся как раз этими гуру истинными которые несут эти знания когда женщина испытывает состояние так как у нее больше проявлено шахте она просто превращается в энергию и она сливается с Богом и в принципе ей больше ничего не поэтому если так разобраться объективно шансов у вас гораздо больше конечно эго воспитание современный мир создали очень толстую стену для этой реализации но если просто посмотреть по пути развития у вас шансов и скорости к реализации гораздо больше то есть пытаясь если взять просто на как бы на чашу весов постоянные практики там медитации и все остальное и взять вот эту попытку скрутить идею видения Бога в мужчине вы через второй способ просто на порядок быстрее придется к реализации и это подтверждается реализованным мастерами и здесь уже с тем зацепили на вопросы я отвечу потом чтобы просто немножко не сбиться тема воспитания детей как не испортить им жизнь в принципе он так устроен как только мы получили новую информацию и нам кажется что она полезна мы пытаемся ее навязать всем остальным причинить добро как это называют и точно так же как и к мужчинам эта попытка объяснить ему что ты живешь неправильно естественные пути иди туда точно так же вопрос такой действительно актуальный это отношение к детям и что с ними делать и честно я вам скажу вы ничего не сможете сделать сколько бы вы ни пытались воспитать ребенка на свой экономический путь но чаще всего все что вы можете сделать навязывая свое видение вы можете это следить если у вас есть осознанность слушающих ее как раз гораздо больше чем у обычных людей вы начнете отмечать такие моменты что все что вы пытаетесь исправить у ребенка вы всего лишь пытаетесь исправить то что не смогли исправить у себя 99% случаев мы на косячих в своей жизни пытаемся якобы ребенка исправить чтобы он не на косячих есть такое понятие рода родовые программы то есть мы не берем сейчас индивидуальные родовые программы которые можно очень легко проследить по ближайшим области плюс-минус одни и те же болезни плюс-минус одни и те же косяки и так далее то есть многие называют это генетически но по факту это неправильно есть просто программа вы рождаете выбираете род а значит будете отыгрывать одни и те же сценарии только кто-то этот флаг родовой кармический передаст другому своим детям а кто-то из вас как раз род ожидает только одного что кто-то в роду реализуется и освободит род вот этих программ и ну как говорят там ваша реализация освободит семь поколений потомков и семь поколений и это единственная задача на которой вы должны сконцентрироваться то есть получается что когда вы взаимодействуете с ребенком вы говорите нужно жить так или нужно жить так не ходи туда потому что это плохо не ходи туда потому что ходи туда потому что там хорошо возвращаясь к первому вопросу кармического видения вашей субъективности и незнания какую программу несет ребенок любая попытка навязать ребенку то что вам кажется она ни к чему хорошему в принципе не приведет со мной могут начать спорить что да а как же объяснить там если ребенка полностью отпустить получается там неконтролируемый человек который там начинает внести всякую ерунду заниматься непристойными делами там наркота там кухать и прозратная жизнь и так далее нет абсолютно все не так работает это просто нам кажется потому что мы боимся потерять контроль на все что происходит а контроль в том что мы все стремимся к тому чтобы наш ребенок был удобен для нас и чтобы наш муж или жена были удобны для нас наши родственники были удобны для нас то есть везде работает принцип эгоцентричности и получается что мы переламываем ребенка только для того чтобы он был удобен для нас там нет истинных знаний которые вы можете им передать, потому что у ребенка своя жизнь и он ровненько отработает все, что у него стоит по задаче. Сколько бы вы не стелили салон, сколько бы вы не любили своего ребенка, как бы вы за него не боялись, это всего лишь недоверие ваше божественному правительству. Да, это тяжелая тема, потому что у меня тоже есть ребенок, я это наблюдаю, и у меня внутренний процесс отношения тоже, это действительно нужно время, чтобы это понять. И вам обстоят вопросы, что можно сделать тогда для ребенка, то есть забить на него, либо воспитывать там, ну это две крайности, в принципе. И здесь принцип все тот же самый, как со всеми остальными людьми. Принцип один. Вы путайте сами на цепь. То есть, чтобы у вашего ребенка было все хорошо, вы должны истончить свое керамическое время. Ребенок создаст проблемы, которые будут касаться вас, только потому, что у вас есть кармический отпечаток, чтобы эта проблема возникла в вашем душе. Не больше, не меньше. То есть, ребенок это горят, как одна из специй вашего кармического видения. Знаете, что это? Единственный способ остается, чтобы ребенок прошел, как минимум, легче свой кармический путь. Вы работаете максимально над собой, вы ничего не навязываете, потому что ребенок это точно такой же человек, который чувствует, чувствует высокочастотную энергию, чувствует истинную любовь, истинное внимание, истинное сострадание. Если эти ощущения происходят не от ума, а от истины, ребенок сам к вам придет. Ему не нужно ничего навязывать. Он, как и вы, бежите к мастеру под защиту, под крыло вот этого, потому что вы чувствуете эту энергию, вы чувствуете, что это самое безопасное место, где можно расслабиться, где можно впустить контроль и погрузиться в эти глубокие состояния. Точно так же, если вы будете практиковать очень активно, осознавать мыслить, медитировать и так далее, ребенок это почувствует. У него все те же самые органы чувств и то же самое восприятие, и точка сборки у него будет выравниваться под глазом. То есть, вот как раз об этом все мастера и говорят. Не пытайтесь никого исправить. Спасите себя и не спасите тысячи человек. Здесь же принцип точно такой же. Понятно, что бывают ситуации, когда, ну там, я не знаю, вы застукали ребенка там, который пытается суицидом заняться или еще что-то. То есть, ну, в таком случае какая-то критическая ситуация. Это не значит, что, ну, конечно, по большей части принятие должно быть тотальное даже во многих ситуациях. Но вы можете вмешаться, вы можете остановить, но для вас любая проблема, которая возникает со стороны ребенка, не должна интерпретироваться, как, о, он такой-сякой, я что-то упустил, упустила в его воспитании. У вас единственная мысль, которая должна родиться, что вам не искажает это пространство, что ребенок стал играть в этом пространстве, в такую игру. То есть, у вас должна быть инволюция, у вас должно быть внимание, и у вас именно внутренняя работа. То есть, значит, где-то всплыл кармический отпечаток, который сейчас проявляется. Кармический отпечаток можно только обнулить, как я и говорил. Единственный способ был. Благодарность. То есть, вы сразу задаете себе вопрос, а что, кто вокруг меня сейчас там бит? Причем, ребенок не обязательно может побить. Ребенок, он просто отыгрывает то, что вы проецируете в мир. Но у вас внутри может обнаружиться какая-то злоба, ненависть, обида на другого человека. Кармические узлы, они настолько витиеваты, что там вы не следите связи, а причем здесь ребенок. по факту, там связь прямая. И вы, обижаясь на одного человека, вы провоцируете условно поведение или того же мужа или ребенка. Не суть важна. Одинаковый в принципе работает. Провоцируйте, чтобы они отыграли вам этот кромический сценарий. Поэтому здесь попытка, все, что вы можете дать ребенку, это быть только примером того, как вы исправляетесь. Потому что дети, они все учатся, глядя на вас. они либо идут в какое-то отрицание, непринятие, либо видят, допустим, у вас возникла ситуация, которая не касается ребенка, не знаю, неприятности на работе, или бы случилось что-то там с близким родственником, кто-то что-то не так повел, вас там ворк вали, или там попали в как вы себя ведете условно. Вы начинаете, ну по классике, не горе, что вы в принципе люди. По классике начинаете хаять, говорить такой секой, поступил там несправедливо со мной на работе начальника. Приходите и дома об этом рассказывать. Ребенок это слышит. Он берет вашу модель отношения к миру и копирует и ее несет. Но если же вы придете домой, и эту же ситуацию будете обсуждать, как мы там в чате обсуждаем, пытаясь найти вот это правильное восприятие отношения. И если вы осознанно пытаетесь разобрать эту ситуацию, ребенок точно так же будет копировать. Поэтому если вы будете правильно относиться к этому миру, насколько позволяет ваше развитие и осознанность, настолько больше шансов что эта модель ребенок возьмет и он будет уже со своими задачей и со своими проблемами именно быть в ключе осознанности. И тогда его кармический путь смягчится. Это самая большая польза, которую вы можете принести вашему ребенку. Любые попытки навязать какую-то модель, поверьте, он их отыграет ровно зеркалью. Я видел ситуации, когда учился в институте, жил в общежитии, в другом городе учился, и примерно когда девочка приходила очень строгих родителей, которые вообще не давали продохнуть везде строго, никакие дискотеки, И она в общежитии просто срывалась у нее, срывала крышу, она с поласки хотела и не хотела, и могла бухала, и так далее, потому что накопился потенциал протеста, то есть дома ей не позволяли, а здесь ее не контролировали, поэтому чем больше у нас контроль, тем больше вероятность того, что ребенок отыграет от контроля. Пойдет на зло наркоту попробовать, упадет на зло прорвать и так далее, потому что например еще знакомое есть, когда семейный парень кришнаиты в основе такие не прямо ортодоксальные чисто кришнаиты, они в разных направлениях пытаются как бы сознаваться, то есть духовная семья, и в принципе они веганы, там сыроеды периодически веганы, пятеро детей, они естественно в этих традициях пытаются их воспитывать. И вот пример, когда девочка дочка не помню сколько лет было, правильно, 12-13, она зашла в магазин и она даже не поняла, как она украла конфеты, вышла в магазин и съела почти весь пакет. Ну, казалось бы, они же каждый день слушают. Вот вам пример, когда есть жесткое навязывание того, того, что, то есть даже если у вас духовная семья и все остальное, вы строго запрещаете некоторые вещи, то есть ребенок играет, ее словили продавщицы, как бы там вызвали родителей, то есть почему тело исполняет. То есть вот родители ее пытались сделать как лучше, то есть они навязывали концепцию, что гигантство это там правильно, конфеты есть нельзя, в интернете сидеть нельзя, но как скрыться этот план только в пещере, ребенок же в пещеру не посадишь, и получается, то есть просто автоматизм сработал, не потому, что ей всегда хотелось, а на видео он уже не поменял, не создавался то есть руки потянулись, я на это уместил. Вот камеры мы следили и переслой техники. Вот просто пример, как это происходит. Поэтому каждый раз, когда у вас появляется очередная гениальная идея добавить чего-то к воспитанию вашему ребенку, как минимум пересепите с этой идеей до утра. Потому, что самые основные ошибки, которыми это связано в принципе тоже где-то и с нашим гороскопом, с нашим астрология, большинство в принципе знают о том, что там поломаем календарю и получается, что Луна за сутки проходит через 12 созвездий и каждые полтора-два часа, так как Луна это наш Луна, у нас состояние моей модели восприятия этого мира каждые полтора-два часа меняется. То есть то, что у вас произошло в текущий момент, через полтора-два часа будет восприниматься вашим умом совсем по-другому. Поэтому любая реакция в принципе ваша, не только к ребенку, если у вас сейчас возник гнев, ромиды и так далее, и вы сразу пошли в действие, то есть приняли решение какое-то, это 200% кармическое действие, потому что вы в этот момент одержимы неосознаваемы и вы в принципе завязали себе кармический узел. Если хотите узел погасить, и у вас хоть чуть-чуть маленький, маленький только вот эта осознанность где-то далеко в уме там кричит остановись, как минимум полтора-тва часа должен спрятаться в другой комнате, пересидеть, потом выйти и тогда уже говорить, что вам будет говорить ваш ум. Будет совсем другая реакция. А в идеале все говорят, принятие важных решений нужно принимать только на следующем утро. То есть за это время ваш ум пройдет по определенным стадиям, через которые он обычно проживает, вы оцените ситуацию сразу. И то, что вам казалось вчера правильным, на утро может оказаться вообще не правильным. И это еще один из способов, как просто нивелировать, уходить, сворачиваться от этих кармических всплесков, которые заставляют мотивации подсознательные и доставляют сделать то или иное кармическое действие, чтобы породить еще одну ситуацию кармическую. Как остановка. Поэтому просто подводя итог вопроса насчет детей, помните о том, что если вам кажется, что вы все контролируете, то это главных разочарований будет, потому что чем ближе вы будете приближаться к состоянию реализации, тем больше вы будете понимать, что вообще ничего не контролируете. Все происходит как должно происходить и любое ваше решение абсолютно не на что не влияет. Это иллюзия того, что мы якобы что-то меняем, все остальные это просто мы сами себя уговариваем, что мы на что-то влияем. А все, чему нужно научиться, это просто научиться принять любой ситуации. Тогда только вы начнете жить в состоянии принятия, весь мир сразу смягчится и тогда вы уже посмотрите на это, будете мягко скользить без каких-то кочек и вас не будут бросать в разность. Еще один вопрос, который я хотела озвучить, очень часто звучит понятие тамос, раджесы, сапы, тригуны. Есть такое, я наблюдаю, есть такое восприятие, но опять же дуальное отума восприятие, когда мы считаем, что сатвичное состояние, сатвичная еда, сатвичное мышление и так далее это есть хорошо, например, тамосы, это такое невежество, от которого можно убежать, ну и раджесы, это тоже непонятно что и в принципе пока мы этот мир воспринимаем через вот эти трибуны, нам кажется, что это ближайшее состояние восприятия, к которому нужно стремиться. Но я хотел бы немножко раскрыть механизм этих трибун, чтобы у вас отношение было немножко более объективное и вы больше понимали эту механику. Поэтому вначале я вам просто объясню, есть такая структура, она в ее ведах в различных направлениях тоже можно вычитать, ничего здесь не придумано, то есть есть условно изначальная пустота, которую в принципе в реализации воспринимают люди. И из этого сознания, из этой пустоты рождается сознание, которое называют в традициях Шива, и энергия Шакти, то есть сознание, то есть возникает сознание и энергия сознания с помощью энергии создают эту Вселенную. Вот эта энергия Шакти, она раскладывается на три типа энергии. Вы сейчас увидите интересную закономерность. Три энергии. Энергия желания, ее называют еще Ичха Шакти, энергия действия, Крия Шакти, Крия подчеркиваю, энергия знания, Жня на Шарте. Три энергии. Энергия желания, энергия действия, энергия знания. Когда проявились эти три энергии, они по сути начинают формировать сознание. Сразу после этих трех энергий возникает Шая, то есть то многие стремятся к высшему Я, то факт, то Шая это еще далеко не высшее состояние, то есть за ним нужно еще поднимать вот это состояние пустоты. После высшего Я формируется индивидуальное сознание, еще называют покрытием, из которого как раз наше индивидуальное сознание и рождаются вот эти, ну и по-разному, разное количество называют, и в принципе я им радо слышал, и другие учителя, ну элементы, это в частности наши органы чувств, наши там конечности, уши, глаза, то есть он тоже об этом искал. То есть кто-то называет 23 нечистых элемента, то есть из индивидуального сознания рождаются вот эти нечистые элементы. И вот тамос, раджас и сатва это трибуны, это как три группы этих нечистых элементов. То есть их можно разгруппировать на эти три группы. так вот тамос по большей части это как раз называют состояние невежества. Что такое состояние невежества? То есть здесь можно увидеть проекцию из чистых энергий шакти. Энергия желания, когда проявляется индивидуальное сознание, превращается в состояние тамоса. Энергия действия, которая креет шакти, она через индивидуальное сознание порождается раджас. Энергия знаний, она через индивидуальное сознание проявляется как сатва. И здесь интересная закономерность такая есть. Почему тамос считается самой низкочастотной гуной, которая тащит вниз, не дает развиваться и так далее. Это желание. Желание, которое мы теряем контроль над ними, и желание начинает контролировать нас. Об этом тоже очень много говорили. Но заметьте такую интересную вещь. Желание духовно развиваться это тоже желание. И получается, когда возникает желание духовно развиваться, стремиться, это томастичное состояние. Еще один вам парадокс к измыслению. То есть получается, как только у нас внутри что-то возникает как желание куда-то двигаться, что-то делать и к чему-то стремиться, это в принципе томастичное состояние. Поэтому в чистом виде быть в состоянии соответственности, состоянии сатвы, оно невозможно в принципе, потому что вы не сможете даже условно сходить в туалет без состояния танца. То есть это желание, которое возникает внутри. Проблема Таноса не в том, что у вас возникает желание, а в том, что эти желания начинают револировать, и вы становитесь зависимы от этих желаний. Желание вкусненького, желание удовольствия секса, каких-то острых ощущений, желание обладать материальными вещами, желание обладать людьми и так далее. Властью это все Танос, потому что есть желание. И когда уже одержимость этих желаний возникает, тогда возникает невежество. Такой момент с Таносом, знаете, как говорят, не знание порождает невежество. Вот здесь взаимодействие. Все три куны, они просто находятся друг по другому иерархически. Они находятся на одной линии. То есть Танос, Сатва и Раджес, они по-рубому одинаково в принципе. Нет приоритета именно на секундочку, пока здесь ручки махал, включил камеру слежения. Извиняю, на техническую Возвращаясь к вопросу, получается, что у нас есть такое как бы отвратительное состояние отвращения к Таносу, что мы ничем этим не должны заниматься. По факту мы должны признать, что даже желание поехать на Ритри, желание поехать в Индию и так далее. Это тоже возникает только через аристомастичное состояние. То есть это не значит, что нельзя ничего желать. Просто однажды испытав состояние вне, вдруг обнаружится, что там не возникает желания в принципе. В принципе никаких. Даже вот пальцем пошевелить, их не возникает, потому что там нет мыслительного процесса. И получается здесь, почему я решил эту тему поднять, неправильное отношение, то есть когда желание начинает преобладать над нами, тогда рождается невежество. То есть Танос изначально неплох, как вот о нем говорят, но так как наше желание в подавляющем качестве контролирует нас, вот это невежество есть в честном виде. Поэтому, когда вы желаете чего-то без привязанности к этому, когда проще относитесь, ну условно вы хотите чего-то, ну говорите себе. Если это не произойдет, окей, если произойдет, я буду благодарен. То есть относительно нейтрального состояния к получению этих целей, то вы фактически выключаете состояние невежества, и Танос вас уже не тяготит. То есть без него существовать нельзя. То же самое можно сказать о раджесе. То есть закономерность того, что такое крия, вы занимаетесь крией. Крия это осознанное действие. Вот здесь как раз ответ в этом вопросе, что действие, движение куда-то, ну, когда у вас возникает желание, вы начинаете действовать, двигаться и так далее. и здесь получается разница между раджесом, который вас стягивает вниз и раджесом, который вас поднимает, заключается в том, что если каждое ваше действие максимально осознанно, вы находитесь в моменте, то, чему крии учат, вы поднимаетесь в верхний аспект раджеса, потому что без раджеса вы точно так же не будете ничего делать, не будете. То есть это просто принцип оперирования в этом мире. Но когда вы на автомате все делаете, когда вы неосознанно, когда вы словно едете на работу, и вы половину пути не помните, где вы были, потому что вы своих мыслей и всем остальным, тогда раджес начинает работать именно с негативным аспектом, который фактически и создает кучу проблем, потому что вы не осознаете дела. И самое интересное, что сатвы есть точно так же высший аспект и низший аспект. И если взять из трех кун, как ни страшно, самый опасный на пути развития это ловушка, которая находится в сатве. Это знание. То есть сатва, проекция, это энергия знания, которая появилась в виде улы сатвы здесь, уже через индивидуальное сознание. Чем больше мы набираем знаний, то есть мы читаем книги, слушаем мастеров, мы практикуем, мы испытываем какой-то свой опыт, духовный. Это сатва на одной стороне не только к духовному, но смысл в чем? Мы сейчас рассматриваем духовный аспект и получается, что в один момент, когда мы, якобы, уже все знаем, почти все знаем, начинаем нынешать на эту тему, как я, например, сейчас. Есть ловушка духовного гур, то есть она называется высшее эго, когда появляются так называемые якобы духовные мастера, которые действительно очень много всего знают, знают очень-очень многое, и на любой вопрос ответят. Но они начинают, ну, в принципе, вот этой самости вы, наверное, отслеживали, знаете, примеры. Многие стремятся, да, там гордыня растет, и якобы человек начинает смотреть сверху на всех, что вы там такие мыши и муравьи бегаете, а я этого очень много осознал. Вот это как раз гордыня. Причина, почему мы сейчас сидим вот на этом социаранге, занимаемся и потому что как только человек попал на ушко вот этой духовной гордыни, он блокирует какой-либо движения вверх, и чаще всего он получает откат, и в следующей жизни начинает становляясь снова по этой дороге. То есть это та ловушка, через которую найти очень тяжело, и очень многие на этом попадаются. То есть испытав какие-то пары ощущений, они такие, все, я знаю, я сознаю. и вот этот момент, то есть саттва, она в чистом виде знания, когда человек слишком много всего в этом находится, то есть она подготовила ловушку, скажем так, это финальная ловушка, и большинство через нее не проходит. Они начинают этим хичиться, то есть показывать пальцы, что я такой, многие там, ну, даже, знаете, как пример, пример духовного имени. Ну, это как показатель, как многие берут как статус, как вот статус там какой-то социальной иерархии, так статус духовной иерархии, у меня есть имя, мне какой-то там духовный гуру дал имя. И это уже все, это фильтр, я мастер. Так вот прикол в том, что когда имя дают просто человеку, толку в нем никакого нет, духовное имя, потому что это то же самое имя. Это еще одно из имен. Можно назвать себя кем угодно, абсолютно. Эта роль никакой не играет, но Борде никто понимает, потому что истинное духовное имя, оно возникает в пространстве, когда человек проходит в Самадхе, и в Самадхе рождается духовное имя. То есть фактически оно возникает в пространстве, так как уже разрушается личность человека через Самадхи, через несколько через этап общего рождения. И так как уже личности нет интерпретаций, нет, возникает странское имя, которое дается для какой-то идентификации. Там уже нет личности человека, но оно истинное, чтобы не возникало этих кримических следов имени. Потому что даже нам, когда дают имена, наверняка читали, что какое имя обозначает, то есть что имя может дать какое-то определенное направление характера человеку и так далее. То есть это тоже программа, тоже концепция, которая ограничивает личность человека. Вот он несет это имя, многие там даже имена себе меняют, чтобы как-то в жизни по-другому это воспринимать. И вот здесь момент, что сатва, она не настолько, как может показаться, куда нужно стремиться. По факту нужно избавиться от всех трех гон. Просто нужно помнить концепцию, опять же, в этой концепции, а вот по-другому не объяснишь, что во всех состояниях есть нижний аспект и верхний аспект. Нижний аспект, опять же, в зависимости от желания. Это порождение невежества, автоматизм в действиях, неосознавание ваших действий, это как раз негативный аспект раджеса. Ну и сатва – это когда вы слишком много всего знаете, и ломите вот такое вот ловушку. Потому что по факту эти знания… Никакой ролик играет однажды, подойдя к тому порогу, придет осознание, что все, что вы знаете, можно ставить за дверь. Поэтому… Ну вот как информация, моего осмысления о сознании этих вещей, может быть, она кому-то будет полезна. И последок такой вопрос, точнее, не вопрос, а я хотел бы немножко рассказать. Есть такое понятие – темная ночь души. Что это вообще обозначает? Потому что, ну, как я уже говорил, я, в принципе, вам рассказываю только то, что проживаю сам. То есть я знаю, что есть, скажем, такая система отката, когда, ну, почитать что-нибудь, не проживаю этот опыт и рассказывать, он… Ну, мне придется это прожить, если я это не прожил, а вам как-то это донес в том ключе, что якобы я понимаю этот процесс. Ну, практика показывает, что можно послечить. Не всех послечают, поэтому у нас много инфоциканов в интернете, которые те или иные курсы подают. Но я уже, ну, моя практика показывает, я уже, в принципе, осторожничаю, когда я говорю лишние слова, которые вот как-то не до конца осознались, осмыслились, потому что я всегда отработал. И хотел бы рассказать о таком этапе развития человека, который, в принципе, происходит у большинства ищущих. И это, скажем так, один из таких, нужно сказать, финальных этапов. Он не знает, что там прямо уже гарантия какой-то реализации, этот этап может длиться очень долго, этот этап может не пройти, либо в следующей жизни только пройти. Но, тем не менее, он возникает. И когда у человека, ну, тоже слышали, что на определенном этапе развития у человека перестает влиять планеты, перестает влиять натальная карта, периоды и так далее. И вот тоже связано то, что я в этом санкетсказывал, то есть вот эта точка невозврата в Тимусе, когда разворачивает уже и тащит вверх всю вашу сущность, с одной стороны, можно сказать, о, класс, как бы на меня кармические вот эти вот проекции натальной карты, они уже типа не будут. Ну, не тут-то было, как говорят, потому что там начинают работать другие принципы, механизмы. чтобы проще объяснить, есть такое, знаете, вот суицидники, люди, которые, особенно подростки, и, в принципе, люди взрыва в возрасте, ну, не старики, которые прожили жизнь, обычные люди, которые в какой-то момент пытаются покончить жизнь, и они, почему у них возникает эта ситуация? Чаще всего у них закрыта секс-срана. То есть у них такая блокировка, такой слой, кармический вот этот слой, который не дает, не пропускает сигнал вниз, и у них нет мотивации, у них не рождается мотивация, у них вот эти вот, я имею в виду, истинная высшая мотивация. Так, у меня опять камера слетела. Сейчас, секундочку. Будет двигаться. Не проходит истинная мотивация, и человека нет понятия цели, куда двигаться дальше. То есть он ощущает состояние пустоты, у него, то есть у него нет планов на будущее, не теряет смысл. Мы берем такой нижний аспект вот этого состояния, а есть другой процесс, когда человек уже поднимается вверх, и там, ну, естественно, чем выше он по своему осознанию, тем чувствительнее он к этому высшему потоку, и как бы там уже начинаются другие спецэффекты. Там как раз, когда человек живет в уме, включается высший ударный кадр. Что происходит? То есть там, это что-то похоже реально с этими суицидниками, только в другом аспекте. Все вокруг перестает работать. Именно такой этап, когда все перестает работать, все ваши планы, все ваши идеи, все ваши задумки, они, в принципе, не срабатывают. Такой эффект, который, ну, я почему это рассказываю, потому что последние почти пять лет я проживаю похожий период, когда любые идеи, любые ваши цели жизненные, они не достигаются. То есть вы не можете их достигнуть. И начинает подниматься такое состояние. Блин, я что не делаю, просто не работает. Я же нотальную карту, смотрю периоды, периоды не совпадают, не работает ничего. То есть вы не можете спрогнозировать, потому что человеку обычно проще, то есть у него фигня какая-нибудь творится, он там пошел в кастрелу, кастрелу говорит, там у тебя Марс зашел ларах, погоняет кету, потерпи до такого периода, там немножко подоткуйся. А здесь это все перестает работать. И перестает работать уже такие обычные мотивации, которые у обычного человека. И ты сталкиваешься с таким состоянием какой-то обреченности, то есть ну по началу по инерции, пытаясь все делать, там тратишь последние силы, пытаясь достигнуть чего-то, но это все как песок сквозь пальцы, перестает работать все в принципе. То есть такое ощущение, что ты позабыт по заброшен, отваливается куча людей, потому что уже внутри не рождается эта кармическая проекция, есть ощущение реально как будто мир забыл про тебя в подавляющем большинстве. Ты не можешь проявиться в социуме, ты не можешь выразиться в социуме, то есть условно, ну как пример, в обычной жизни человек может познакомиться с богатыми людьми, там подружиться с ними, там взять какие-то инвестиции, развенуть бизнес, ставить богатым. А здесь восприятие тебя, даже в таком состоянии, когда приходишь, тебя условно не считывают те же потенциальные инвесторы и так далее, ты не можешь ничего в принципе получить, и тебя начинают загонять в состояние, какие состояния, когда ты не можешь ничего сделать, страх, неуверенность в своем будущем и так далее. Начинается внутренняя паника, что я буду делать, а чем я там семью буду кормить, а что я буду существовать и так далее и там подобное. Я не скажу, что это у всех возникает, потому что у каждого свои проблемы, кого-то через здоровье тянет. У нас есть, я называю это, мы стоим на трех черепахах, это три вещи, по которым нас вообще протаскивают кармические. Это здоровье, это отношения и это социальная реализация. Условно, у меня в жизни сложилось так, что меня проверяют через какую-то социальную реализацию и вот эти взлеты, падения, какие-то социальные достижения работают и через дом. То есть опять же, страх смерти, хронические болезни, с которых никто не может увеличить или отношения там вообще полностью как бы все развалено и страх остаться одному. Ну, то есть все вещи, которые очень легко зацепить человека. Поэтому, когда возникает, здесь нужно не смешивать, я на одном социального говорил, что у нас в принципе вообще натальная карта, она построена по такому принципу, что там 66% в периодах они в принципе негативны. И, ну, две трети, одна треть это относительно позитивно, чтобы условно ему передохнуть. То есть мы находимся в этом пространстве только для того, чтобы наши негативные ситуации, как я уже говорил недократно, заставили нас поднять глаза к ней, чтобы мы вспомнили, что есть Бог. Только к этому нас толкает. И по большей части мы неправильно относимся к неприятностям. По факту это высшее благо, когда мы через неприятность начинаем выйти, скулить и уже тогда молиться. И фактически все, кто сейчас здесь находится и вообще занимаются высшими йогами, ездят по семинарам и так далее. Это люди, которых уже нормально пробила жизнь и они уже устали играть в эти игры и уже ищут успокоение. То есть фактически это единственный мотиватор неприятности, который нас толкает на духовное развитие. По-другому эго-личность нельзя расшатать. Слишком гордо ешь, птица. Нам нужно пнуть, а если пнуть, значит больновато. И получается что здесь ситуация, когда через неприятность и через все это происходит именно вот здесь нужно разделить, что обычные периоды там произошло, отпустило, произошло, отпустило, люди живут какими-то надеждами. Когда возникает темная лочь души, наступает период, когда все вокруг как будто реально как в танке. То есть ничего практически точнее происходит, но оно происходит реально как во сне, как день сурка понимается. То есть короче апатия такая непонимание что делать. Желание действовать много, а действовать смысла нет. Потому что ничего не работает, достижение не работает. То есть получается ломается в принципе до этих трех гум возникновения желания, движения и действия, достижения это желания, знания. То есть там уже ничего не работает, оно все переворачивается с ног на голову и в какой-то момент происходит такое состояние чаяния, именно я это называю состояние вселенского уничтожения, которое фактически это когда человек в своем эмоциональном состоянии падает такое дно, на котором становится все равно. То есть уже все равно, то есть у него закончились планы B, C, а у нас же он как работает. Если что-то не пошло ни в нашем сценарии, у нас всегда возникает план B, ага, я воспользуюсь таким вариантом. Пробуем план B, там не сработал план C, ну и так весь алфавит, там 2 алфавита, пока все эти запасные планы не закончатся. Так вот, когда все эти планы закончились, ничего не сработало, возникает такое состояние отреченности, понимаешь, что любое действие все равно ни к чему не приведет, и вот это состояние, первое состояние, похоже, я прожил достаточно давно, и там покружение было не настолько глубоким, оно позволило выйти в состояние вот этого наблюдателя, когда в 15-м году была очень серьезная распаковка, я за год потерял бизнес очень серьезные долги были, в этот год я развелся, жена с мамой и дочкой как бы уехали, и я на сферной квартире старенькая машина, ничего нету, ничего нету, ну и состояние 10-летний бизнес, когда все концепции, все ожидания, они рухнули в принципе, вот это было состояние, когда делай со мной что хочешь, ну то есть глазок не было, типа я готов на все, все равно все выручу. В этот момент произошел такой всплеск, не знаю, это не всплеск, это состояние такое погружение, когда раз, и ум остановился и стрелился, который несколько месяцев присутствовал, когда наблюдаешь со стороны, когда восприятие целостное, то есть ты не, тебя не, ничто не парит, и вот это вот состояние все, то есть в этот момент реально было состояние ну окей, скажешь сегодня не уберетесь потому что не работало, и вот это состояние, которое очень многие боятся к ним подойти, потому что это же состояние пахнет смертью, смертью для личности и так далее, но в тот момент вот у меня развернуло на несколько месяцев, тогда вот был первый опыт понимаемый этой целостности, недвойственности, восприятие мира, и знаете, там очередная ловушка, так как напряжение внутреннее ушло, и в принципе ничего не ожидалось, мир развернулся в обратную сторону, и все очень быстро нормализовалось и стало даже гораздо лучше, чем было. То есть там условно за год заработалось больше, чем за последние 10 лет, опять он увлекся, опять он, я схватил дачу за хвост, или, как говорят, бога за бороду, и вот, и ну естественно сразу появились какие-то ожидания, цели и так далее, и это все в какой-то момент, затормозилось, и опять сидит загадка, типа, не допер, значит, как бы, еще прокатить по этой американской горке. И вот это состояние длилось практически 5 лет, постепенно, без каких-либо, точнее, какие-то неприятности возникают, так как осознанности в принципе достаточно, чтобы их нейтрально воспринимать, принимать, там неприятности серьезно были, ну там, родители, там, еще какие-то вещи, то есть, ну все, уже в осознанном состоянии воспринималось, достаточно просто, но ничего не рождалось, вот просто медленно, 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 все эти годы неумолим, дату вытащило вниз, пока не дошло перед этим. И в принципе, вот как раз этот год, несмотря на там различные практики и так далее, можно сказать, такой год состояния обострения, когда, ну, я вспомнил это ощущение состояния этого вселенского у них тоже из-за того, что в принципе занимаешься ты практиками, медитируешь, такое ощущение, реально вообще все перестает, все в принципе. И я понимаю сейчас вот для чего это делается, потому что ум, ему только дай повод, ему только дай зацепиться за какую-то концепцию, идею, и тогда он сразу развернет это, придумывает кучу вариантов и начнет иметь действовать. Суть духовного развития как раз в том, что тума отключится. И вот как раз в сентябре я уже понимаю, что давно уже ничего не контролирую, решил поехать мы с Олей, женой, решили поехать на витрит к ВИПАСМО. И вот как раз это состояние, которое я почему в принципе и не активничал в чате, потому что вот это ухожевленное такое бессмысленности чего-то либо, то есть я сс. в чате никак не обозначал, потому что это уже не первый раз, и ну я понимал, что это куда-то должно в принципе выразиться, то есть не можно все время в одном состоянии и вот как раз в состоянии ВИПАСМО прожился опыт, тот, который я раньше эти грани не проходил и ну это можно называть прикосновение к самадхии, как его называют самадхии, совикальпа, да, это еще не нервикальпа, но это был чистый опыт, безмолвие, чистый опыт, то есть там получилось несколько этих состояний за девять дней три раза погружение это было, когда вот я наконец-то понял, что не я понял, а прожилось это состояние без оценочности отсутствия мысли и всех этих состояний, то, что описывают души мастера, потому что насколько мы не догадываемся, ну это нужно прожить и прожить состояние, когда знаете смотришь действительно на предметы, но это трудно описать, у предметов даже не возникает описание этих предметов, то есть вокруг окружения люди, то есть мы же все равно смотрим на все, сразу интерпретацию, ага, там стол, компьютер, там камера, там чат, люди что-то пишут, а здесь не возникает имен, то есть чистое восприятие реальности, когда не возникает ничего, возникает желание, то есть тело просто сидит, И в нем не рождается импульс оживления, в принципе. Не возникает, ну, естественно, желание не возникает, не возникает действие. То есть состояние такое, когда полностью вот эта чистота и наполненность, в которой никуда не нужно бежать и ничего не делать, потому что все есть. Вот это состояние пустоты, вот оно проживалось как раз на этом ретрите. И чем я хотел поделиться, почему я хотел подчеркнуть, не потому что мне хочется сказать, ну, вау, я там вот это желание прожил. Я хотел это больше передать вам с точки зрения, когда вы столкнетесь, а это практически неумолимое состояние, через битап, который, в принципе, все описывают. Это состояние вот этого темного ночь души, состояние, когда у нас теряются все наши надежды, нашего ума, и только когда мы полностью уже перестаем доверять своему уму, перестаем на что-либо надеяться и сдаемся внутри, это вот как раз и есть, в принципе, то, что вы слышали, сама, самадхи нужно обнаружить только тогда, когда вы полностью сгодитесь. То есть фактически разрешите произойти всему, даже смерть в текущем. То есть вот это состояние, когда, окей, просто все мои ложные ожидания, концепции, они уничтожены, понимая, что ты ничего не контролируешь, что ты никак не можешь повлиять на эту жизнь, и в этот момент, когда ты осознаешь, что это нулевое состояние, вот это вселенское уничтожение, то в этот момент возникает состояние чистоты, когда окон отключается и битап, называется, и ты сидишь в этом состоянии. И поэтому я больше хотел с вами поделиться этим опытом с точки зрения, что когда однажды у вас возникнет вот этот похожий период, просто знайте, что это не конец, точнее, это конец, можно сказать, это начало конца нашей личности, но это когда-то будет происходить, для вас, чтобы возникало ощущение вот это, что вы идете по правильному пути, что это один из признаков того, что вы на правильном пути. Это нелегкий путь, действительно, полностью пустить все концепции, и как бы одно из решений, чтобы понимали, у меня 20-летний опыт, 20-летний опыт в IT-индустрии, и я на ретрите, как бы, принимается решение отказаться от всего 20-летнего опыта, то есть все связи, бизнесы и так далее, то есть в том направлении, в котором я работал, потому что я понял, что оно меня приводило только к одному, к потере смысла всего. И Таня Федотова спрашивает, а вам хочется в нем оставаться? Как раз это называется штрих-культирная реализация, то есть эти состояния, они действительно из этого состояния выходить никуда не хочется, потому что там не возникает никакого беспокойства, в принципе, не возникает, там все есть, все самодостаточно, все хорошо, и ты только сидишь и думаешь, блин, ну, точнее, там не думаешь, а вот как только ты начинаешь возвращаться в тело, в этом стане, блин, нахрена я вернулся? Это вот единственный становится, который возвращаешься. Но сразу войти в это состояние, естественно, не получится, опять же, кармическое видение не дает, есть зацепки за эту жизнь, которые рано или поздно проявятся. Но, тем не менее, вот эти состояния, как многие мастера описывают, что просто вот оно периодически накрывает, накрывает, то есть сразу вот это стадия савикальпы, самадхи, которое просто состояние, в принципе, савикальпа, оно сильнее исключает вот эти кармическое видение и постепенно-постепенно приводит именно к более глубоким, уничтожительным состояниям, где личность окончательно рушается. И поэтому, жало здесь прошло, в состоянии тяжело находиться. Нет, в этом состоянии находиться крайне легко. То есть именно когда в самом состоянии, это высшее состояние, в котором, в принципе, там нет понятия тяжело, там есть состояние истинного восприятия. Ничего не рождается, никаких осмыслений, никаких желаний, ничего нет. Но действительно, когда возвращаешься, нужно очень поддерживать это состояние, потому что оно может потеряться. И вот эти вот импульсы, возникающие как раз вот эти начальник состояния самадхи, они постепенно разжижают вот эту нашу личность и как подготовка к чему-то приведет, и сколько это продлится, я, ну, во-первых, ничего не жду, потому что эти процессы возникают сами по себе. И как это, можно сказать, мы никогда не достигнем просветления, потому что просветление хочет личность, а просветлить личность не может. Человек испытывает просветление только когда он умудрится от личности. И в этом есть парадокс. Ну и, в принципе, все, что я хотел озвучить сегодня, сейчас посмотрю вопросы, задавайте. То, что возникло у вас во время сет-санга, я уже поговорю по вашим вопросам. Жена здесь пишет, я думаю, на этом вопрос про... Вестер говорит, нужно быть тайным добродетелем, делать добро, никому как мне говорится, не ждать ничего взамен, бескорыстно, безусловно. Да, вы даже можете проэкспериментировать, идите, сделайте кому-нибудь добро, ну, так, чтобы никто не знал. Знаете, такая интересная история, ну, все же летали, все знают дьюти-фри, сеть магазинов. А вы знаете историю создателя дьюти-фри? Миллиардера, я не помню фамилии, можете погуглить состояние. То есть вот он как раз придумал систему дьюти-фри, то есть он там в конце 80-х, начало 90-х стал миллиардером, но что он сделал, он всю жизнь спонсировал благотворительные фонды, но всегда скрывал свой имя, всегда. Никто не знал и случайно всплыло там в отчетностях, то есть он там больше 20 лет очень серьезные деньги перечислял в благотворительные фонды, большую часть своего дохода. И сейчас он, фактически, по-моему, в этом году, у него состояние, достаточно несостояние, 4 миллиардов, он уже отдал эти 4 миллиарда, оставил себе там, по-моему, 2 миллиона долларов только оставил на пенсию, ну, чтобы жить, и отказался от 4 миллиарда, он просто избран со всех денег. Сейчас 89 лет. Вот это благо... И то, это случайно вычислили по бумагам, там, журналисты, он скрывал очень тщательно, вычислили. Вот как пример благодетик, когда человек, казалось бы, обладает всем, и он полностью всю жизнь осознанно отбивал как бы весь свой доход на благотворительность. Вот как пример. Еще Федор спрашивает, что Александр Духового дня, как Керт, у вас почему возникает столько нежеланий практиковать? Ну вот, Федор, видимо, ты пришел чуть попозже, потому что я в это писал, ой, писал рассказы в начале, послушал в начале социальных. Жанна пишет, принципы яма-не-яма проявляются сами собой естественным образом, без усилий в процессе регулярного практикования, как активация энергии, безусловно, мероприятия насилия. Ну, я об этом и говорю, что это состояние возникает, его нельзя себе навязать. Состояние яма-не-яма, то, что пытается, что вот вы не делаете то, не делаете это. И как раз возникает протест, потому что большинство вещей ограничено. Ну, элементарно. Берете, не все люди едят растительную пищу. Ну, чтобы есть мясо, это убийство. Значит, это причинение вреда. И все, человек начинает на этой концепции зацикливаться. Как так? Я же не могу есть битые животные и так далее. Человек начинает бежать от этой концепции в сторону веганства и испытывает кучу проблем. То, что я говорил, что веганство еще нужно заслужить. Должна быть энергетика человека, который правильно сублимирует энергию из растительной пищи, а человек, который просто решил стать веганом, отказываться по своей какой-то внутренней концепции, он не умеет еще вытягивать правильные качества перерабатывать энергию из растительной пищи и начинает сыпаться тело. Это очень распространенная ситуация. Вот, казалось бы, поддался концепции ненасилия, по факту он не готов. Когда возникает, когда начинает прорабатываться анахата и возникают эти ощущения безусловной любви, безусловно неожидаемой, а безусловно любовь она появляется только из понятия целостности, что я есть весь мир. То есть она по-другому не возникнет. А целостность возникает, когда вы перестанете эгоцентрироваться, то есть когда вы осознаете себя отдельной личностью. Видите, какая концепция идет? То есть по факту восьмеричный путь он собирается только тогда, когда вы доберетесь до верха понимания. То есть когда вы испытаете однажды состояние целостности всей вселенной, отсутствие дуальности, то есть состояние недвойственности и то, что я это вы, вы это я и так далее и все, что окружает есть я, в этот момент уже естественным образом и отношение ко всем вещам оно просто естественно возникает. И безусловно любое. Вы смотрите на любого человека и уже не разделяете. Это не любовь по отношению к конкретному человеку. Вы в принципе любите этот мир. Любите всех и вся. Исходя из этого значит уже возникает явно объявка. Ну и вот здесь получается как бы наоборот. И вот это для меня немножко до сих пор такое белое бедно, потому что ну как-то снизу вверх факту получается сверху вниз. То есть истинное понимание приходит когда доберешься до определенной точки и туда все эти концепции. Поэтому когда йог как его забрал который придумал восьмеричную эту систему что-то сказать в комментариях восьмиступенчатую систему йоги он сидел выше реализации и сверху вниз смотрел действительно так. но вот если снизу вверх смотреть ну как бы есть такое противоречие что человеку никогда не объяснишь что такое истинная любовь никогда не пока он не проживет недвойственность никогда не объяснишь что такое ну ненасилие потому что ну просто себе запрещать вы создаете пустом напряжении от которого потом страдаете. а когда в чистом виде воспринимаете к целости мира естественно у вас сразу как обычно ну как бы естественное восприятие вы не хотите насиловать этот мир потому что вы понимаете что вы насилуете сами себя. Так что еще в общем где лучше всего вы рекомендуете почитать принципы яма и яма хочу изучить их но есть куча лирических книг я прямо сейчас все не расскажу там читайте такие серьезные труды да есть йога прадибика есть еще что-то я не скажу что прямо ну вот здесь опять игра ума вы можете прочитать но это не значит что их можно осознать все что нужно это работать не вовне работать вовнутрь и в состоянии медитации вы осознаете гораздо лучше чем и прочитать это еще раз Камила пишет я пыталась идти крутем я не мужчина я не женщина я проявление сначала была крутой очень мощной потом мое женское тело синий конечно ломбануло потому что вы отказываетесь от того принципа с которым вы пришли вы пришли с женским принципом у нас миссия через женский принцип этой жизни отказ проявление атмы и в принципе объединение мужского женского происходит только на верхних слоях все равно самоидентификация она присутствует вы можно умом говорить я не женщина я не женщина я не женщина не становитесь мужчинами то есть есть латентная мотивация латентное осознание своего тела и так далее в том что вы должны перестать бороться у нас очень многие женщины борются с тем что они женщины в этом проблема и суть в том что поймите что все духовное развитие связано почему многие попадают в эту духовную ловушку потому что они бегут от своей тени от всего что неприемлемо для духовного человека а парадокс заключается в том что мы должны принять с людьми мы должны принять свое потому что мужчина и женщина это разделение на два аспекта и это уже получается не целостность потому что мужчина как один это часть и женщина как одна тоже часть и получается женщина сама по себе как и мужчина сам по себе он не может собраться он соберется в целостность когда объедините и мужской и женский аспект потому что у нас внутри они оба присутствуют как в мужчине так и у женщине Просто у женщин более-болежен женский аспект, у мужчин более мужской. Так вот, чем больше человек развивается, тем больше происходят проявления. Это же, по сути, все на физиологии, на энергетике, то есть принципы. И до пингала, то есть мужская и женская энергии, вся энергия сводится в сушу, на то, что мы делаем, как на корее. И когда вся энергия в сушу и сознание в сушу, осознается целостность этих двух принципов. И вот тогда это происходит. Но бежать от этого, отказываться от этого, не принимать, когда доказывают, что круче, что нет, как бы это просто бег по кругу. Это бесполезно и бесвысливно. Я потом замуж вышла сразу после этого. Ну, правильно, потому что можно кричать, что он будет, в принципе, самодостаточный. По факту, пока мы два аспекта этих не проработаем, мужчин и женщин, внутренних, не внешне проявленных, а внутренних. Но, как бы, смыслом никакого не будет. Жанна Рыжков пишет, что радует, что уже есть шанс. Ну, у нас у всех есть шанс. Просто воспользуемся мы ими. Знаете, даже есть такое понятие для того, чтобы сверху пришла благость. Разрешение реализации в этой жизни есть такой этап, который, говорят, ну, он обязательный возник, противоположен любому человеку. Это как сверху разрешение. То есть вы должны встретить мастера, полностью реализованного, именно такого, в сахаджи-самадхи, который, в принципе, из него не выходит. Который, по сути, уже там не человек, а состояние божественного проявления. То есть аватар чистый. Ну, тот же вот Саи Баба или другие, которые возникают. И в вашей жизни должен возникнуть такой мастер, который вам даст персональный даршин, то есть благословение на реализацию. Это как бы сверху знак при том, что, ну, окей, ты своим положительной кармой, своим служением к миру, тебе дано разрешение сверху, и ты можешь воспользоваться тем, что эта жизнь как бы взялась последней в системе перенуждения. И такие возможности возникают. Он вообще не гарантирует, что вы этим воспользуетесь. Потому что даршин получен страх, как бы потерять личность, он остается. Хотя он, конечно, расслабевает гораздо сильнее, чем обычный человек. И этим можно не воспользоваться ни разу. Ну, можно воспринимать, ну, вау, я где-то заслужил этот даршин, ну, и все, и забить дать. Можно действительно как бы этим использовать и уйти. Как мне его пишут, точно так же с нашими родителями работать на сапоге может лучше всего и помочь. Да, да, это все в тену как бы зеркального мира. Поверьте, никакая идея там кому-то что-то помочь нарезать и подсказать, что бы он делал, она не сработает. Она сработает только против вас. Всегда. Только против вас. Никакой пользы вы никому не принесете. Точнее, только причините добро. Естественно, в кавычках. Все, работайте над собой, и встречайте кармическое видение, и мир вокруг начало произвести. Еще. Здесь уже подходим к завершению. И ты сможешь, чтобы проходить пасту, если не секрет, вы напишите мне в личку. Я как бы не хочу. по какому-то на ютюбе. Все, кто, кому интересно, напишите мне в личку. Психоскоп. Минета, слушал Даниила Зуева, и он рассказывает историю как раз перед поселением прямо один-один, то, что Дэти Александр. Да, Минета, но поймите, процесс абсолютно, здесь нету такого состояния вау, потому что здесь есть понимание, что стоишь на краю, на краю тела все понимает, что здесь просто нужно решиться. Вот этих полшага, они как бы длиной вечностью. Шагнуть в это состояние одновременно все клетки тела хотят, и одновременно есть еще зацепка, какие-то мысли, привязки, все остальное присутствует, потому что, когда этот шаг будет сделан, весь мир вокруг исчезнет. То есть отношения полностью, потому что восприятие будет уже без личности. То есть все близкие будут восприниматься, в принципе, как все остальные. И вот это вот состояние, это опять же, ну, у нас же и семья, партнерство и так далее, это тоже все кармические связи, какие-то определенные. И рано или поздно это придется шагнуть, но есть определенное состояние, когда, ну, кажется, что еще можно, побыв человеком, немножко принести пользу вот в этом состоянии уже таком, наполовину туда, наполовину сюда, можно, дать возможность близким, в принципе, людям, которые рядом, кто-то почувствует, чтобы они видели, что в этом проблеме нет. Когда это произойдет, абсолютно нет никакого неожидания ничего, но просто вот есть такие процессы, которые подтверждают, в принципе, эти серьезные товарищи, которые прошли этот путь. И все признаки, они присутствуют, и вот просто, ну, возникли такие ощущения, которые, которые, ну, можно только сказать, да, действительно нет. Но это, это еще не состояние, нет эффекта, и есть определенный такой, упс, внутри, а я что-то еще не хочу отпустить. Ну, вот это, поэтому пока дребезжание, состояние дребезжания. Ну, вот, да, восьмеричный Патанжеле, да, спасибо, что подсказали, он создал ее как раз, поэтому, ну, все, вроде вопросы закончились, был рад с вами пообщаться, благодарю вас всех, пишите в комментариях, какие-то, какие возникнут, когда возникнет необходимость следующего соцсанга, когда я и появлюсь, в целом, всех благодарю. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok